всем доброе утро сегодня я решил пойти от 16 станции до 411 батареи до пляжа а там проверю какая береговая линия потому что давно я там не был ну вот это рельсы которые остались у девятнадцатого трамвая трамвай конечно же сейчас не ходит уже много лет с тех пор как построили вот эти высотки то здесь уже всякое трамвайное движение прекратилось так ну что в путь рельсы уже все заросли идем по улице которая называется дача ковалевского здесь вдоль этой улицы старые санатории брошенные какие-то какие-то не не очень брошенные на здесь сплошные развалины вот можете посмотреть что творится сейчас здесь уже вместо трамвайной колеи началась уже тропинка рельс уже вообще не видно их да вообще уже демонтировали похоже мы такие сейчас бывшие прочитающие санатории дома отдыха но вот пересечение улицы дача ковалевского с долгой ведь здесь построили уже гостиницу или дом и уже появились новостройки здесь все такие же старые советские дома дворики многие очень обветшали и появляются уже особнячки такие особнячки уже во множестве появились дальше пойдем там вдоль дачи ковалевского много людей выкупила себе участки и построили такие маленькие хоромки а вот что еще интересно смотрите вот сейчас я перехожу через мостик и вот здесь вот старый-старый советский столб видите еще чугунный такой вообще можно на коллекцию оставить ставили потом бетонные столбы вот такие а этого советские еще столбы чугунные клёпанные без сварки так выходим на оперативный простор на даче ковалевского здесь уже пошли гостиницы частные вот гостиница это red link называется ну видимо когда самый сезон она заполнена но сейчас тихо частная клиника тоже бывшие советские санатории все заброшено зато посмотрите какие заборы видите какое литье но все в упадке часть санаториев было прихватизировано некоторые что не были приватизированы их просто доводят до разрухи а потом уже видимо кто-то будет по дешевке выкупать а может уже вы купили и вот мы вышли на дорогу здесь развилка пошла на мужской монастырь а я решил пойти дальше по даче ковалевского сегодня пойдем по верху потому что у меня была идея дойти до 411 батареи а там спуститься вниз к морю потому что там давно не был и думаю дай-ка проверю как там берег совсем новенький комплекс мы здесь вырос еще видимо не пущен в эксплуатацию видите высотные здания какие мы продолжаем движение здесь пошли уже более такие чистые участки сказал market вирус это market varus вот смотрите еще или уже более ухоженный санаторий чистенький а это виктория этих забор сделан интересно местный кот наверное драчун тоже вот санаторий заброшенный полностью здесь запущена вот видите какие места просто можно фильмы снимать про джунгли пока еще тихо сегодня выходной день народ еще отсыпается но я думаю что на пляже сегодня будет больше народу вот такие санатории тоже вот есть брошенки такие никто не ухаживает сейчас многие хозяева уехали людям сейчас не до отдыха конечно как же без рекламы на стенах то работа то наркота вот рай что интересно что когда ходишь по городу смотришь на все эти вот рекламы наркоты понятно что каждый район между этими наркодилерами поделены потому что в каждом районе свои какие-то надписи характерные для данного района вот на фонтане здесь видимо своя мафия все поделена как дети лейтенанта шмидта разбежались по всей одессе вот здесь идет уже круг бывшего 19 трамвая так что скоро будет уже 411 батарея но вот что интересно что трамвай давно не ходит а остановку сделали видите новенькую это наверное для романтиков кто ждет трамвай вот уже подошли 411 батареи видите здесь заборчик такой немалый заборчик у кого-то здесь на серьезные хоромы вот и конечная автобусов начинается парк 411 батареи а мы идем к морю вот я уже вижу море сейчас попробую спуститься на пляж я здесь вообще не был с детства в свое время мы с друзьями ходили к одному моему товарищу на лодке ловили рыбу ну вот местные жители направили меня на тропинку где есть спуск к пляжу вот честно я здесь не был сто лет он кстати вон там вот вроде бы уже виден ильичевск ну вот вышел на оперативный простор вроде бы дорога идет к морю о мне повезло я нашел выход к морю везде заборы все огорожено везде частная собственность ну вот попробуем здесь видеть что творится на море сегодня видите сегодня волны ветер так что погода сегодня солнечная ветреная у ребята смотрите какая красота к сожалению пройти вдоль моря не выйдет видите что творится вода подходит к самому берегу к самым домам да очень красиво конечно но не пройти либо здесь есть такой небольшой пляжик вот много камня вот но практически есть видимо наверное не самый лучший пляж до отдыха волны бьют прямо в дома вот видите здесь узкий проход к морю небольшой пляжик и дальше все там уже какие-то частные строения ой волны сегодня обалденные а представляете себе вот там вот жить вот на самом-самом берегу когда волны постоянно бум бум в стену ну видимо тяжело так что там у людей самом деле экстрим все иду обратно здесь напротив детские санатории еще функционирует но здесь уже ветра нет и в тех местах где заброшенные санатории птицы поют никто им не мешает пойду изучу очередной спуск морю возможно здесь можно будет тоже спуститься вот мне еще люди тоже подсказались выход к морю но здесь конечно стройка обалденная я честно говоря не думал что так можно застроить побережье есть целый комплекс и магазины и жилые помещения и видимо какие-то будут гостиницы наверное ну в общем короче стройка до сих пор идет спросил у местного жителя как можно пройти к морю он говорит ну идите год прямо там находится шламбаум ну вот оказывается это шламбаум точно есть дорожка к морю здесь тоже стройки 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 в моем детстве здесь были сплошные домики рыбаков вот видите какие стройки как мне сказали местные жители здесь проход к морю перекрыт так что придется идти обратно уже в сторону монастыря ну ладно держим путь обратно все поднимаемся в сторону дачи ковалевского и идем в сторону монастыря вот остатки какого-то советского санатория видите еще таки как обычно делали санаториях фигуры различные вот львица там у нас дальше лев как бы такие стандартные фигуры для санаториев сейчас пока еду расскажу вам о разговоре женщины которая находится там ближе к 411 батареи и что она мне рассказала что оказывается в этот весь сезон все лето волны очень сильно били по береговым всем этим дачам говорит такого никогда раньше не было весь сезон там многие дачи у людей были разрушены сейчас нам просто невозможно жить на этой береговой полосе добрый дедушка послал меня через санаторий напрямую чтобы срезать угол пройти к монастырю и так говорит забор небольшой я подошел к забору здесь забор такой что с рюкзаком с аппаратурой конечно тяжело через него перелезть ну может если бы я был без рюкзака а так вот так вот спасибо дедушки придется идти обратно я решил все-таки пойти сегодня домой потому что к монастырю сегодня это будет очень долгая дорога но я думаю что завтра я вам сделаю отдельную прогулку к монастырю и спущусь вниз к пляжу там очень интересные красивые рестораны так что это будет уже вторая серия по 16 станции фонтана и дачи ковлевского вот по дороге нашел пункт так что друзья если вам нужны или не нужны старые железяки можете вот сдать вот цены а вот было старое дерево и видите его спилили и люди с фантазией подошли вот к тому чтобы не просто спилить дерево а сделать какой-то необычный дизайн видите какое оно было интересно оно было здесь наверное да из трех стволов ну конечно же не обходится без любителей оставить объявление сдам недорого сдам на зимний период ну и так далее а а м а а она а а Субтитры создавал DimaTorzok